Доброго дня, друзья! Добрый день, друзья! Мы сейчас находимся на центральной аллее Солнечного берега и, можно сказать, как в центре. Сзади младость, а позади красивая небольшая набережная с выходом к пирсу напротив Кубани. Показываем, что работает, что не работает. Но хочу сказать, что работает здесь всё практически. Ну, вот там будете видеть что-то, может быть, всё и многолюдно все дни. Мы здесь не ходили, а, оказывается, здесь очень даже много людей. Сегодня у нас пасмурно, поэтому мы решили прогуляться по Солнечному берегу. Прям прошлись по центральным улицам просто. И идём на пляж, пройдёмся ещё по пляжу вдоль береговой всей линии. А вам покажем центр. Посмотрите, это утро, 10.30 с чем-то. А людей достаточно. И всё открыто. Вот, повторюсь, что вот спрашивали меня в комментариях о том, что покажите, что закрыто. Закрыто в основном всё, что находится на 2-й, 3-й и дальше от берега моря линии. Где находятся апартаменты. Там вот, естественно, все кафешки, которые были возле апартаментов или магазина, они закрыты. Потому что туристы не приехали. И людей мало. Нет смысла открываться. Ещё такая новость за буквально возле 5 дней, что мы здесь отдыхаем. Даже в нашем комплексе очень стало заметно, что прибывают люди. Потому что у нас начали набираться бассейны, которые пустовали. Не все, но очень многие. Открываются, смотрю, пиццерии булочные, которые возле нас. Люди приезжают, и это очень радует. Потому что грустно. Честно говоря, так грустно смотреть, когда что-то закрыто. Вот, как-то, знаете, такое навевает немножко печаль. Есть отели, конечно, которые за Непалы. И, кстати, ещё магазин Альдо. Он открыт в Солнечном берегу. Но их уже много, если помните, в разных точках было. Сейчас вот мы видели только один открытый. Вот сюда ближе, чуть дальше вернее. Ближе дальше. Как к выезду на Носебр. Вот так вот. Ну, поснимай. Я снимаю, все снимаю. Давай я поснимаю. Рассказывай, рассказывай. Сильно не крутит просто. Ну, видите, вот. Все открыто. Все работает. Мы с малышами все топаем. Здесь с составом. До семи минут снимайте, пожалуйста. Хорошо. До семи минут мне сказали снимать. Кубань. Самое высокое здание, по-моему, на Солнечном берегу, если не ошибаюсь. Больше выше нет. Просто не строят. Ну, многолюдно. Все что-то ищут, ходят. Ну, посмотрите. Просто показываю вам дух. Дух курортного Солнечного берега, когда пасмурно. А я говорила, что в этом году приехало, конечно же, много очень немцев. У них было открыто сразу для них Болгария. Затем сами Болгары очень много. И много поляков. Слышим и часто английскую речь, но не можем распознать, кто ли это голландцы. И сейчас поехали украинцы. Тоже в большом количестве. Не всех пускают. Болгария раскуплена. Ой, не поднимай, Машенька. Не поднимай, нельзя положить. Болгария, вы знаете, что она раскуплена очень сильно Украиной, Беларусьей, Россией. Но большая часть сианок, к сожалению, не пускают. Поэтому апартаменты и пустуют. Ну, вот. Утро. Не знаю, как раньше утром. Сколько здесь сидела в кафешках, думаю, столько же. Идет шумная кампания. Морожка. Знакомая болгарская. Хочу сказать еще по поводу отдыха в Турции. Сейчас отдыхали наши все друзья. Большинство. Так вот, в Турции, друзья, можете ехать спокойно. Кто боится вируса, но очень сильно сбережется. Потому что там обустроено все по высшему разряду в плане дистанций масочного режима. Если ты выйдешь за отель без маски, тебя штрафуют на 30 долларов тут же. Ты не можешь покупать и находиться в отеле, в ресторане без масок. Ну, это в хороших, 5-звездочных, я говорю, что видела, 4-звездочных отелях. Вот, первого человека встретила, видите, в маске. Но в Болгарии разрешено быть без масок в ресторанах, барах и на улице. Во всех остальных помещениях сохраняется масочный режим и дистанция, антисептик. Так вот, в Турции 30 долларов. Значит, шведский стол, никого не пускают, все сотрудники накладывают еду. И, по-моему, это всем очень понравилось. И так будет, наверное, теперь всегда в Турции. Люди не подходят. Вот, сотрудники тебе насыпают. Что еще? Все в перчатках. В масках можно, ну, в перчатках можно не быть людям в апартаментах. На пляже лежачки все отдельно, как положено. Зоны отдыха отдельные. Ну, в общем, Турция в этом плане молодцы, подготовились. Плюс у них можно сдать бесплатно тест по приезду, если вы как-то чувствуете недомогание. Для вас проверили и есть какие-то симптомы любой простуды. По аэропорту прямо. И это тоже хорошо. В Болгарии с этим чуть попроще. Но болгары сейчас в связи с тем, что поехали украинцы. Санечка, возьми Марию за руку, да? Видите, как много людей. Болгары обустроили два отеля. Друзья есть на побережье именно, где проходит самоизоляцию. Все, кто дорозился или чувствует себя плохо. У нас такие были. Так что, друзья, кто заболел, есть место, где быть. Это все, кто в отеле. Уже заканчивается, да. Мне говорят, уже заканчивать. Еще поснимаем там вблизи.